Николай Гоголь, Невский проспект. Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы. Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет 25 лет от роду, прекрасные усы и удивительно шитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые его волоса и голова глотка, как серебряное блюдо. И вот тот в восторге от Невского проспекта. А дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он неприятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гулянием. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, зашедши на него, верно, позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корость и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель Петербургской или Выборгской части, несколько лет не бывавшего своего приятеля на песках или у московской заставы, может быть уверен, что встретиться с ним непременно. Никакой адрес, календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект. Единственное развлечение бедного на гулянии Петербурга. Как чисто подметены его тротуары. И, Боже, сколько ног оставило на нем следы свои. И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит. И миниатюрный, легкий как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля, исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину. Все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая царапина? Быстро совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня. Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток? Начнем с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами, и наполнен старухами в изодранных платьях и салопах, совершающими свои наезды на церкви и на сострадательных прохожих. Тогда Невский проспект пуст. Плотные содержатели магазинов и их коми еще спят в своих голландских рубашках или мылят свою благородную щеку и пьют кофе. Нищие собираются у дверей кондитерских, где сонные ганимет, летавшие вчера как муха с шоколадом, вылезают с метлой в руке, без галстука, и швыряют им черствые пироги и обедки. По улицам плетется нужный народ. Иногда переходят ее русские мужики, спешащие на работу в сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский канал, известный своей чистотою, не в состоянии бы был обмыть. В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких дамов они верно не услышат даже в театре. Иногда сонный чиновник проплетется с портфелем подмышкою, если через Невский проспект лежит ему дорога в департамент. Можно сказать решительно, что в это время, то есть до 12 часов, Невский проспект не составляет ни для кого цели. Он служит только средством. Он постепенно наполняется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о нем. Русский мужик говорит о гривне или о семи грошах меди. Старики и старухи размахивают руками или говорят сами с собою, иногда с довольно разительными жестами, но никто их не слушает и не смеется над ними, выключая только «Разве мальчишек?» и пестродевых халатах в пестродевых с пустыми штофами или готовыми сапогами в руках, бегущих молниями по Невскому проспекту. А в это время, чтобы вы на себя не надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстука, никто этого не заметит. В 12 часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций своими питомцами в батистовых воротничках. Английские джонсы и французские коки идут под руку с уверенными их родительскому попечению питомцами и с приличной солидностью изъясняют им, что вывески над магазинами делаются для того, чтобы можно было посредством их узнать, что находится в самых магазинах. Гувернантки, бледные миссы и розовые славянки идут величаво позади своих легоньких, вертлявых девчонок, приказывая им поднимать несколько выше плечо и держаться прямее. Короче сказать, в это время Невский проспект, педагогический Невский проспект. Но чем ближе к двум часам, тем уменьшается число гувернеров, педагогов и детей. Они, наконец, вытесняются нежными их родителями, идущими под руку своими пестрыми, разноцветными, слабонервными подругами, мало-помалу присоединяются к их обществу все, окончившие довольно важные домашние занятия, как-то поговорившие своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, скачившем на носу, узнавшие о здоровье лошадей и детей своих, впрочем, показывающих большие дарования, прочитавшие афишу и важную статью в газетах о приезжающих и отъезжающих, наконец, выпивших чашку кофею и чаю. К ним присоединяются и те, которых завидная судьба наделила благословенным званием чиновников по особым поручениям. К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы, как они возвышают и услождают душу. Но, увы, я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собой начальников. Все, что вы не встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия. Мужчины в длинных сюртуках с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных регентонах и шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды, единственные пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук. Бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь. Но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах проведение отказало в черных бакенбардах. Они должны к величайшей неприятности своей носить рыжие. Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакую кистью не изобразимые. Усы, которым посвящена лучшая половина жизни. предмет долгих бдений во время дня и ночи. Усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы, и которых умастили все драгоценные и редчайшие сорта помад. Усы, которые заворачиваются на ночь тонкою велениваю бумагу. Усы, которым дышит самая трогательная привязанность. их посессоров и которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, пестрых, легких, которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владельниц. А слепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящую тучу над черными жуками мужеского пола. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда. Тоненькие, узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем. Сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства. А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте? Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательные шара. Так, что дама вдруг как бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина, потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским. Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском проспекте. Здесь вы встретите улыбку, единственную улыбку вверх искусства. Иногда такую, что можно растаять от удовольствия. Иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову. Иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимите ее вверх. Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель! Какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши. И если вы пройдете, они обратятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но однако же ничуть не бывало. Они большую частью служат в разных департаментах. Многие из них превосходным образом могут написать отношения из одного казенного места в другое. Или же люди, занимающиеся прогулками, чтением газет по кондитерским словам. Большую частью все порядочные люди. В это благословенное время, от двух до трех часов пополудни, которое может назваться движущей столицею Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая ножку в очаровательном башмачке, седьмой галстук возбуждающий удивление, осьмой усы повергающие в изумление, но бьет три часа и выставка оканчивается. Толпа редеет. В три часа новая перемена. На Невском проспекте вдруг настает весна. Он покрывается весь чиновниками в зеленых вице-мундирах. Голодные, титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой ход. Молодые колежские регистраторы, губернские и колежские секретари спешат еще воспользоваться временем и пройти по Невскому проспекту с осанкою, показывающую, что они вовсе не сидели шесть часов в присутствии. Но старые колежские секретари, титулярные и надворные советники идут скоро, потупивши голову, им не для того, чтобы заниматься рассматриванием прохожих. Они еще не вполне оторвались от забот своих. В их голове яролаж и целый архив начатых и неоконченных дел. Им долго вместо вывески показывается картонка с бумагами или полное лицо правителя канцелярии. Четырех часов Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите на нем хотя бы одного чиновника. Какая-нибудь швея из магазина перебежит через Невский проспект с коробкою в руках. Какая-нибудь жалкая добыча человеколюбивого повыдчика пущенная по миру во фрезоровой шинели какой-нибудь заезжий чудак которому все часы равны какая-нибудь длинная высокая англичанка с радикюлем и книжкой в руках какой-нибудь артерщик русский человек в сюртуке с талией на спине с узенькою бородою живущей всю жизнь на живую нитку в котором все шевелится спина и руки и ноги и голова когда он учтиво проходит по тротуару иногда низкий ремесленник больше никого не встретите вы на Невском проспекте но как только сумерки упадут на домы улицы и будочник накрывавший рогожью скарабкается на лестницу зажигать фонарь а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы которые не смеют показаться среди дня тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться тогда настает то таинственное время когда лампы дают всему какой-то заманчивый чудесный свет вы встретите очень много молодых людей большую частью холостых в теплых свертуках шинелях в это время чувствуется какая-то цель или лучше что-то похожее на цель что-то чрезвычайно безотчетное шаги всех ускоряются и становятся вообще очень неровные длинные тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают головами полицейского моста молодые калежские регистраторы губернские и калежские секретари очень долго прохаживаются но старые калежские регистраторы титулярные и надворные советники большую частью сидят дома или потому что это народ женатый или потому что им очень хорошо готовят кушание живущие у них в домах кухарки немки здесь вы встретите почтенных стариков которые с такой важностью и с таким удивительным благородством прогуливались в два часа по Невскому проспекту вы их увидите бегущими так же как молодые калежские регистраторы с тем чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы которой толстые губы и щеки нашикатурены румянами так нравится многим гулящим а более всего сидельцам артельщикам купцам всегда в немецких свертуках гуляющим целую толпою и обыкновенно под руку стой закричал в это время поручик пирогов дернув шедшего с ним молодого человека во фраке и плаще видел видел чудная совершенно переджинова бианка да ты о ком говоришь то об ней а той что с темными волосами и какие глаза боже какие глаза все положение и конту все и оклад лица и контур чудеса я говорю тебе о блондинке что прошла за нею в ту сторону что ж ты не ведешь за брюнеткой когда она так тебе понравилась о как можно воскликнул закрасневшись молодой человек во фраке как будто она из тех которые ходят в вечеру по Невскому проспекту это должна быть очень знатная дама продолжал он вздохнувши один плащ на ней стоит рублей восемьдесят простак закричал пирогов насильно толкнувши его в ту сторону где развивался яркий плащ ее ступай простофиля прозеваешь а я пойду за блондинкою оба приятеля разошлись знаем мы вас всех думал про себя самодовольную улыбкою пирогов уверены что нет красоты могшей бы ему противиться молодой человек во фраке и плаще робким и трепетным шагом пошел в ту сторону где развивался вдали пестрый плащ то откидывающийся ярким блеском по мере приближения к свету фонаря то мгновенно покрывающийся тьмою по удалению от него сердце его билось и он невольно ускорял шаг свой он не смел и думать о том чтобы получить какое-нибудь право на внимание улетавшей вдали красавицы тем более допустить такую черную мысль о какой намекал ему поручик пирогов но ему хотелось только видеть дом заметить где имелит жилище это прелестное существо которое казалось слетело с неба прямо на Невский проспект и верно улетит неизвестно куда он летел так скоро что сталкивал беспрестранно с тротуара солидных господ с седыми бакенбардами этот молодой человек принадлежал к тому классу который составляет у нас довольно странное явление и столько же принадлежит гражданам Петербурга сколько лицо являющееся нам сновидение принадлежит к существованию мира художник петербургский художник земли снегов художник в стране финнов где все мокро гладко ровно бледно серо туманно эти художники вовсе не похожи на художников итальянских гордых горячих как Италия и ее небо напротив того это большую частью добрый кроткий народ застенчивый беспечный любящий тихо свое искусство пьющий чай с двумя приятелями своими в маленькой комнате скромно толкующий о любимом предмете и вовсе не брегущий об излишнем он вечно зазовет к себе какую-нибудь нищую старуху и заставит ее просидеть битых часов шесть с тем чтобы перевести на полотно ее жалкую бесчувственную мину он рисует перспективу своей комнаты в которой является всякий художественный вздор гипсовые руки и ноги сделавшиеся кофейными от времени и пыли изломанные живописные станки опрокинутая палитра приятель играющий на гитаре стены запачканные красками с растворенным окном сквозь которое мелькает бледная нева и бедные рыбаки в красных рубашках у них всегда почти на всем серенький мутный колорит неизгладимая печать севера при всем том они с истинным наслаждением трудятся над своей работой они часто питают в себе истинный талант и если бы только дунул на них свежий воздух Италии он бы верно развился так же вольно широко и ярко как растение которое выносит наконец из комнаты на чистый воздух они вообще очень рабки звезда и толстый палет приводят их в такое замешательство что они невольно понижают цену своих произведений они любят иногда пощеголять но щегольство это всегда кажется на них слишком резким и несколько походит на заплату на них встретите вы иногда отличный фрак и запачканный плащ дорогой бархатный жилет и ствертук весь в красках таким же самым образом как на неоконченном их пейзаже увидите вы иногда нарисованную вниз головой нимфу которую он не найдя другого места набросал на запачканном грунте прежнего своего произведения когда-то писанного им с наслаждением он никогда не глядит вам прямо в глаза если же глянет то как-то мутно неопределенно он не вонзает вас ястребиного взора наблюдателя или соколиного взгляда кавалерийского офицера это происходит от того что он в одно и то же время сидит и ваши черты видит и черты какого-нибудь гипсового геркулеса стоящего в его комнате или ему представляется его же собственная картина которую он еще думает произвесть от этого он отвечает часто не связано иногда не в попад и мешающие в его голове которые мешают предметы все время передвигаются еще более увеличивают его робость к такому роду принадлежит описанный нами молодой человек художник Пискарев застенчивый робкий но в душе своей носивший искры чувства готовые при удобном случае превратиться в пламя с тайным трепетом спешил он за своим предметом так сильно его поразившим и казалось дивился сам своей дерзости незнакомое существо которому так прильнули его глаза мысли и чувства вдруг поворотило голову и взглянуло на него Боже какие божественные черты ослепительной белизны прелестнейший лоб осенен был прекрасными как агат волосами они вились эти чудные локоны и часть их падая из-под шляпки касалась щеки тронутой тонким свежим румянцем приступившим от вечернего холода уста были замкнуты целым роем прелестнейших грез все что остается от воспоминания о детстве что дает мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампаде все это казалось совокупилось слилось и отразилось в ее гармонических устах она взглянула на Пискарева и при этом взгляде затрепетало его сердце она взглянула сурово чувство негодования проступило у ней на лице при виде такого наглого преследования но на этом прекрасном лице и самый гнев был обворожителен постигнутый стыдом и робостью он остановился потупив глаза но как утерять это божество и не узнать даже той святыни где она опустилась гостить такие мысли пришли в голову молодому мечтателю и он решился преследовать но чтобы не дать этого заметить он отдалился на дальнее расстояние беспечно глядел по сторонам и рассматривал вывески а между тем не упускал из виду ни одного шага незнакомки проходящие реже начали мелькать улица становилась тише красавица оглянулась и ему показалось как будто легкая улыбка сверкнула на губах ее он весь задрожал и не верил своим глазам нет это фонарь обманчивым светом своим выразил на лице ее подобие улыбки нет это собственные мечты смеются над ним но дыхание занялось в его груди все в нем обратилось в непродолимый такой трепет страшный все чувства его горели и все перед ним окинулось каким-то туманом тротуар несся под ним кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы мост растягивался и ломался на своей арке дом стоял крышей вниз будка валилась к нему навстречу и и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела казалось на самой реснице его глаз и все это произвел один взгляд один поворот хорошенькой головки не слыша не видя не внимая он несся по легким следам прекрасных ножек стараясь сам умерить быстроту своего шага летевшего под такт сердцу иногда овладевало им сомнение точно ли выражение лица ее было так благосклонно и тогда он на минутку останавливался но сердечное биение непреодолимая сила и тревога всех чувств стремило его вперед он он даже не заметил как вдруг возвысился перед ним четырехэтажный дом все четыре ряда окон светившиеся огнем глянули на него разом и перилы у подъезда ему железный толчок дали свой он видел как незнакомка летела по лестнице оглянулась положила на губы палец и дала знак следовать за ней колени его дрожали чувства мысли горели молния радости нестерпимым острием вонзилась в его сердце нет это уже не мечта боже столько счастья в один миг такая чудесная жизнь в двух минутах но не во сне ли это все уже ли та за один небесный взгляд который он готов был отдать всю жизнь приблизиться к жилищу которое уже он почитал за неизъяснимое блаженство уже ли та была сейчас так благосклонна и внимательно к нему он взлетел на лестницу он не чувствовал никакой земной мысли он не был разогрет пламенем земной страсти нет он был в эту минуту чист и непорочен как девственный юноша еще дышащий неопределенную духовную потребностью любви и то что возбудило бы в развратном человеке дерзкие помыслы то самое напротив еще более осветило их это доверие которое оказало ему слабое прекрасное существо это доверие наложило на него обет строгости рыцарской обет рабски исполнять все повеления ее он только желал чтобы эти веления были как можно более трудны и неудобно исполняемы чтобы с большим напряжением сил лететь преодолевать их он не сомневался что какое-нибудь тайное и вместе с тем важное происшествие заставило незнакомку ему вериться что от него верно будут требоваться значительные услуги и он чувствовал уже в себе силу и решимость на все лестница велась и вместе с нею вились его быстрые мечты идите осторожнее зазвучал как арфа голос и наполнил все жилы его новым трепетом в темной вышине четвертого этажа незнакомка постучала в дверь она отворилась и они вошли вместе женщина довольно недурной наружности встретила их со свечой в руке но так странно и нагло посмотрела на Пискарева что он опустил невольно свои глаза они вошли в комнату три женские фигуры в разных углах представились его глазам одна раскладывала карты другая сидела за фортепианом и играла двумя пальцами какое-то жалкое подобие старинного полонеза третья сидела перед зеркалом расчесывая гребнем свои длинные волосы и вовсе не думала оставить туалета своего при входе незнакомого лица какой-то неприятный беспорядок который можно встретить только в беспечной комнате холостяка царствовал во всем этом мебели довольно хорошие были покрыты пылью паук застилал своею паутину лепной карниз сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестел сапог со шпорой и краснела выпушка мундира громкий мужской голос и женский смех раздавались без всякого принуждения боже куда зашел он сначала он не хотел верить и начал пристальнее всматриваться в предметы наполнявшие комнату но голые стены и окна без занавес не показали никакого присутствия заботливой хозяйки изношенные лица этих жалких созданий из которых одна села почти перед его носом и так же спокойно его рассматривала как пятно на чужом платье все это уверило его что он зашел в тот отвратительный приют где основал свое жилище жалкий разврат порожденный мишурною образованностью и страшным многолюдством столицы тот приют где человек святотатственно и страшный многолюд подавил и посмеялся над всем чистым и святым украшающим жизнь где женщина эта красавица мира венец творения обратилась в какое-то странное двусмысленное существо где она вместе с чистотою души лишилась всего женского и отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины и уже перестала быть тем слабым тем прекрасным и так отличным от нас существом Пискарев мерил ее с ног до головы изумленными глазами как бы еще желая увериться та ли это которая так околдовала и унесла его на Невском проспекте но она стояла перед ним так же хороша волосы ее были так же прекрасны глаза ее казались все еще небесными она была свежа ей было только 17 лет видно было что еще недавно настигнул ее ужасно этот разврат да он еще не смел коснуться к ее щекам и они были свежи и легко оттенены тонким румянцем она была прекрасна она была прекрасна он неподвижно стоял перед нею и уже готов был так же простодушно позабыться как позабылся прежде но красавица наскучила таким долгим молчанием и значительно улыбнулась глядя ему прямо в глаза но эта улыбка была исполнена какой-то жалкой наглости она так была странна и так же шла к ее лицу как идет выражение набожности крожи взяточника или бухгалтерская книга поэту он содрогнулся она раскрыла свои хорошенькие уста и стала говорить что-то но все это было так глупо так пошло как будто вместе с непорочностью оставляет и ум человека он же ничего не хотел слышать он был чрезвычайно смешон и прост как дитя вместо того чтобы воспользоваться такую благосклонностью вместо того чтобы обрадоваться такому случаю какому без сомнения обрадовался бы на его месте всякий другой он бросился со всех ног как дикая коза и выбежал на улицу повесивши голову и опустивши руки сидел он в своей комнате как бедняк нашедший бесценную жемчужину и тут же выронивший ее в море такая красавица такие божественные черты и где же в каком месте вот все что он мог выговорить в самом деле никогда жалость так сильно не овладевает нами как при виде красоты тронутой тлетворным дыханием разврата пусть бы еще безобразие дружилось с ним но красота красота нежная она только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях красавица так околдовавшего бедного Пискарева нашего была действительно чудесна необыкновенное явление ее пребывание в этом презренном кругу еще более казалось необыкновенным все черты ее были так чисто образованы все выражение прекрасного лица ее было означено таким благородством что никак бы нельзя думать что разврат распустился над нею страшные свои когти крылья она бы составила неоцененный перл весь мир весь рай все богатство страстного супруга она была бы прекрасной тихой звездой в незаметном семейном кругу и одним движением прекрасных уст своих давала бы сладкие приказания она бы составила божество в многолюдном зале на светлом паркете при блеске свечей при безмолвном благоговении толпы поверженных у ног ее поклонников но но увы она была какой-то ужасной волею адского духа жаждущего разрушить гармонию жизни брошено с хохотом в его пучину проникнутый разрывающую жалостью сидел он перед нагоревшую свечою уже и полночь давно минула колокол башни бил половину первого а он сидел неподвижный без сна без деятельного бдения дремота воспользовавшись его неподвижностью уже было начало тихонько одолевать его уже комната начала исчезать один только огонь свечи просвечивал сквозь одолевавшие его грезы как вдруг стук у дверей заставил его вздрогнуть и очнуться дверь отворилась и вошел лакей в богатой ливреи в его уединенную комнату никогда не заглядывала богатая ливрея притом в такое необыкновенное время он недоумевал и с нетерпеливым любопытством смотрел на него на лаке то есть та барыня произнес с учтивым поклоном лакей у которой вы изволили за несколько часов предсим быть приказала просить вас к себе и прислала за вами карету пискарев стоял в безмолвном удивлении карету лакей в ливрея нет здесь верно есть какая-нибудь ошибка послушайте любезный произнес он с робостью вы верно не туда изволили зайти вас барыня без сомнения прислала за кем-нибудь другим а не за мной нет сударь я не ошибся ведь вы изволили проводить барыню пешком к дому что в литейном в комнату четвертого этажа я ну так пожалуйте поскорее барыня непременно желает видеть вас и просит вас уже пожаловать прямо к ним на дом пискарев сбежал с лестницы на дворе точно стояла карета он сел в нее дверцы хлопнули камни мостовой загремели под колесами и копытами и освещенная перспектива домов с яркими вывесками понеслась мимо каретных окон пискарев думал во всю дорогу и не знал как разрешить это приключение собственный дом карета лакей в богатой ливрее все это он никак не мог согласить с комнатой в четвертом этаже пыльными окнами и расстроенным фортепианом карета остановилась пред ярко освещенным подъездом и его разом поразили ряд экипажей говар кучеров ярко освещенные окна и звуки музыки лакеев богатом ливрее высадил его из кареты и почтительно проводил в сене с мраморными колоннами с облитым золотом швейцаром с разбросанными плащами шубами с яркою лампою воздушная лестница с блестящими перилами надушенная ароматами неслась вверх он уже был на ней уже взошел в первую залу испугавшись и попятившись с первым шагом от ужасного многолюдства необыкновенная пестрота лиц привела его в совершенное замешательство ему казалось что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла без толку смешал вместе сверкающие дамские плечи черные фраки люстры лампы воздушные летящие газы эфирные ленты и толстый контрабас выглядывающий из-под перил великолепных хоров все было для него блистательно он увидел за одним разом столько почтенных стариков и полустариков звездами на фраках дам так легко гордо и грациозно выступавших по паркету или сидящих рядами он услышал столько слов французских и английских к тому же молодые люди в черных фраках были исполнены такого благородства с таким достоинством говорили и молчали так не умели сказать ничего лишнего так величаво шутили так почтительно улыбались такие превосходные носили бакенбарды так искусно умели показывать отличные руки поправляя галстук дамы так были воздушны так погружены совершенное самодовольство и упоение так очаровательно потупляли глаза что но один уже смиренный вид Пискарева прислонившегося с боязнью колонии показывал что он растерялся вовсе в это время толпа обступала танцующую группу они неслись увитые прозрачным созданием Парижа в платьях сотканных из самого воздуха небрежно касались они блестящими ножками паркета и были более эфирны нежели если бы вовсе его не касались но одна между ими всех лучше всех роскошнее и блистательнее одета невыразимая самая тонкая сочетание вкуса разлилось во всем ее уборе и при всем том она казалась вовсе о нем не заботилась и оно вылилось невольно само собою она и глядела и не глядела на обступившую толпу зрителей прекрасные длинные ресницы опустились равнодушно и сверкающая белизна лица ее еще ослепительнее бросилась в глаза когда легкая тень осенила при наклоне головы очаровательный лоб ее Пискарев употребил все усилия чтобы раздвинуть толпу и рассмотреть ее но к величайшей досаде какая-то какая-то огромная голова с темными курчавыми волосами заслоняла ее беспристранно притом толпа его притиснула так что он не смел податься и вперед не смел попятиться назад опасаясь толкнуть каким-нибудь образом какого-нибудь тайного советника но вот он продрался таки вперед и взглянул на свое платье желая прилично оправиться творец небесный что это на нем был сюртук и весь запачканный красками спеша ехать он позабыл даже переодеться в пристойное платье он покраснел до ушей и потупил в голову хотел провалиться но провалиться решительно было некуда камеры юнкеры в блестящем костюме сдвинулись позади его совершенную стеной он же желал быть как можно подалее от красавицы с прекрасным лбом и ресницами со страхом поднял он глаза посмотреть не глядит ли она на него боже она стоит перед ним но что это что это это она вскрикнул он почти во весь голос в самом деле это была она та самая которую встретил он на Невском и которую проводил к ее жилищу она подняла между тем свои ресницы и глянула на всех своим ясным взглядом ай 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 как хороша мог только выговорить он с захватывающим дыханием она обвела своими глазами весь круг на перерыв жаждавшись остановить ее внимание но с каким-то утомлением и невниманием она скоро отвратила их и встретилась с глазами Пискарева о какое небо какой рай дай силы создатель перенести это жизнь не вместит его он разрушит и унесет душу она подала знак но не рукою не наклонением головы нет в ее сокрушительных глазах выразился этот знак таким тонким незаметным выражением что никто не мог его видеть но он видел он понял его танец длился долго утопленная музыка казалось вовсе погасала и замирала и опять вырывалась визжала гремела наконец конец она села грудь ее воздымалась под тонким дымом газа рука ее создатель какая чудесная рука упала на колени сжала под собою ее воздушное платье и платье под нею казалось стало дышать музыкою и тонкий сиреневый цвет его еще виднее означил яркую белизну этой прекрасной руки коснуться бы только ее и ничего больше никаких других желаний они все дерзки он стоял у ней за стулом не смея говорить не смея дышать вам было скучно произнесла она я так же скучала я замечаю что вы меня ненавидите прибавила она потупив свои длинные ресницы вас ненавидеть мне я хотел было произнесть совершенно потерявшийся пискарев и наговорил бы верно кучу самых несвязанных слов но в это время подошел камергер с острыми и приятными замечаниями с прекрасным завитым на голове хохлом он довольно приятно показал ряд довольно недурных зубов и каждую остротую своею вбивал острый гвоздь в его сердце наконец кто-то из посторонних к счастью обратился к камергеру с каким-то вопросом как это несносно сказала она подняв на него свои небесные глаза я сяду на другом конце зала будьте там она проскользнула между толпой и исчезла он как помешанный растолкал толпу и был уже там так это она она сидела как царица всех лучше всех прекраснее и искала его глазами вы здесь произнесла она тихо я буду откровенно перед вами вам верно странными показались обстоятельства нашей встречи неужели вы думаете что я могу принадлежать к тому презренному классу творений в котором вы встретили меня вам кажутся странными мои поступки но я открою тайну будете ли вы в состоянии произнесла она устремив пристально на его глаза свои никогда не изменить ей о буду 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 но в это время подошел довольно пожилой человек заговорил с нею на каком-то непонятном для Пискарева языке и подал ей руку она умоляющим взглядом посмотрела на Пискарева и дала знак остаться на своем месте и ожидать ее прихода но в припадке нетерпения он не в силах был слушать никаких приказаний даже из ее уст он отправился вслед за нею но толпа разделила их он уже не видел сиреневого платья с беспокойством проходил он из комнаты в комнату и толкал без милосердия всех встречных во всех комнатах все сидели тузы завистом погруженные в мертвое молчание в одном углу комнаты спорило несколько пожилых людей о преимуществе военной службы перед статскую в другом люди в превосходных фраках бросали легкие замечания о многотомных трудах поэта труженика Пискарев чувствовал что один пожилой человек с почтенную наружностью схватил запуговица своего фрака и представлял на его суждение одно весьма справедливое свое замечание но он грубо оттолкнул его даже не заметивши что у него на шее был довольно значительный орден он перебежал в другую комнату и там нет ее в третью тоже нет где же она дайте ее мне о я не могу жить не взглянувши на нее мне хочется выслушать что она хотела сказать но но все поиски его оставались тщетными беспокойный утомленный он прижался к углу и смотрел на толпу но напряженные глаза его начинали ему представлять все в каком-то неясном виде наконец ему начали явственно показываться стены его комнаты он поднял глаза перед ним стоял подсвечник с огнем почти потухшим в глубине его вся свеча истаяла сало было налито на столе его так что это он спал боже какой сон и зачем было просыпаться зачем было одной минуты не подождать она бы верно опять явилась досадный свет неприятным своим тусклым сиянием глядел в его окна комната в таком сером таком мутном беспорядке о как отвратительна действительность что она против мечты он разделся наскоро и лег в постель закутавшись одеялом желая на миг призвать улетевшее сновидение сон точно не замедлил к нему явиться но представлял ему вовсе не то что бы желал он видеть то поручик пирогов являлся струбкою то академический сторож то действительный статский советник то голова чухонки с которой он когда-то рисовал портрет и тому подобная чепуха до самого полудня пролежал он в постели желая заснуть но но она она не являлась хотя бы на минуту показала прекрасные черты свои хотя бы на минуту зашумела ее легкая походка хотя бы ее обнаженная яркая как заоблачный снег рука мелькнула перед ним все откинувши все позабывши сидел он сокрушенным с безнадежным видом полный только одного сновидения ни к чему не думал он притронуться глаза его без всякого участия без всякой жизни глядели в окно обращенное во двор где грязный водовоз лил воду мерзнувшую на воздухе и козлинный голос разносчика дребезжал старого платья продать вседневное и действительно странно поражало его слух так просидел он до самого вечера и жадностью бросился в постель долго боролся он с бессонницей наконец пересилил ее опять какой-то сон какой-то пошлый гадкий сон боже умилосердись хотя на минуту хоть на одну минуту покажи ее он опять ожидал вечера опять заснул опять снился какой-то чиновник который был вместе и чиновник и фагон о это нестерпимо наконец она явилась ее головка и лаконы она глядит о как ненадолго опять туман опять какое-то глупое сновидение наконец сновидения сделали с его жизнью и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот он можно сказать спал наяву и бодрствовал во сне если бы его кто-нибудь видел сидящим безмолвно перед пустым столом или шедшим по улице то верно бы принял его за лунатика или разрушенного крепкими напитками взгляд этого был вовсе без всякого значения природная рассеянность наконец развилась и властительно изгоняла на лице его все чувства все движения он оживлялся только при наступлении ночи такое состояние расстроило его силы и самым ужасным мучением было для него то что наконец сон начал его оставлять вовсе желая спасти это единственное свое богатство он употреблял все средства восстановить его он слышал что есть средства восстановить сон для этого нужно принять только опиум но где достать этого опиума он вспомнил про одного прессиянина содержавшего магазин шали который всегда почти когда не встречал его просил нарисовать ему красавицу он решился отправиться к нему предполагая что у него без сомнения есть этот опиум пересиянин принял его сидя на диване и поджавший под себя ноги на что тебе опиум спросил он его пискарев рассказал ему про свою бессонницу хорошо я дам тебе опиуму только нарисуй мне красавицу чтоб хорошая была красавица чтоб брови были черные и очи большие как маслины а я сама чтобы лежала возле нее и курила трубку слышишь чтобы хорошая была чтоб была красавица пискарев обещал все пересиянин на минуту вышел и возвратился с баночкой наполненную темной жидкостью бережно отлил часть ее в другую баночку и дал пискареву с наставлением употреблять не больше как по семи капель в воде жадностью схватил он эту драгоценную баночку которую не отдал бы за груду золота и опрометью побежал домой пришедший домой он отлил несколько капель в стакан с водою и проглотил завалился спать боже какая радость она опять она но уже совершенно в другом виде о как хорошо сидит она у окна деревенского светлого домика наряд ее дышит такую простотою в какую только облекается мысль поэта прическа на голове ее создатель как проста эта прическа и как она идет к ней коротенькая косынка была слегка накинута настроена ее шейки все в ней скромно все в ней тайное неизъяснимое чувство вкуса как мила ее грациозная походка как музыкален шум ее шагов и простенького платья как хороша рука ее стиснута волосяным браслетом она говорит ему со слезою на глазах не презирайте меня я вовсе не та за которую вы принимаете меня взгляните на меня взгляните пристальне и скажите разве я способна к тому что вы думаете о нет нет пусть тот кто осмелится подумать пусть тот но он проснулся растроганный растерзанный слезами на глазах лучше бы ты вовсе не существовала не жила в мире а была бы создание вдохновенного художника я бы не отходил от холста я бы вечно глядел на тебя и целовал бы тебя я бы жил и дышал тобою как прекраснейшую мечтою и я бы был тогда счастлив никаких бы желаний не простирал далее я бы призывал тебя как ангела хранителя пред сном и бдением и тебя бы ждал я когда бы случись изобразить божественное святое но теперь какая ужасная жизнь что польза в том что она живет разве жизнь сумасшедшего приятного его родственникам и друзьям некогда его любившим боже что за жизнь наша вечный раздор мечты о существовании почти такие мысли занимали его беспрестранно ни о чем он не думал даже почти ничего не ел и с нетерпением со страстью любовника ожидал вечера и желанного видения беспрестранное устремление мыслей к одному наконец взяло такую власть над всем бытием его и воображением что желанный образ являлся ему почти каждый день всегда в положении противоположном действительности потому что мысли его были совершенно чисты как мысли ребенка через эти сновидения самый предмет как-то более делался чистым и вовсе преображался приемы опиума еще более раскалили его мысли и если был когда-нибудь влюбленный до последнего градуса безумия стремительно ужасно разрушительно мятежно то этот несчастный был он из всех сновидений одно было радостнее для него всех ему представалась его мастерская он так был весел с таким наслаждением сидел с палитрой в руках и она тут же она была уже его женою она сидела возле него облокотившись прелестным локотком своим на спинку его стула и смотрела на его работу в ее глазах томных усталых написано было бремя блаженства все в комнате его дышало раем было так светло так убрано создатель она склонила к нему на грудь прелестную свою головку лучшего сна он еще никогда не видывал он стал после него как-то свежее и менее рассеянный нежели прежде в голове его родились странные мысли может быть думал он она вовлечена каким-нибудь невольным ужасным случаем в разврат может быть движение души ее склонны к раскаянию может быть она желала бы сама вырваться из ужасного состояния своего и неужели равнодушно допустить ее гибель и при том тогда когда только стоит подать руку чтобы спасти ее от потопления мысли его простирались еще далее меня никто не знает говорил он сам себе да и кому какое до меня дело да и мне тоже нет до них дела если она изъявит чистое раскаяние и переменит жизнь свою я женюсь тогда на ней я должен на ней жениться и верно сделаю гораздо лучше нежели многие которые женятся на своих ключницах и даже часто на самых презренных тварях но мой подвиг будет бескорыстен и может быть даже великим я возвращу миру прекраснейшее его украшение составивши такой легкомысленный план он почувствовал краску вспыхнувшую на его лице он подошел к зеркалу и испугался сам впал их щек и бледности своего лица тщательно начал он принаряжаться приумылся пригладил волоса надел новый фрак щегольский жилет набросил плащ и вышел на улицу он вдохнул свежим воздухом и почувствовал свежесть на сердце как выздоравливающий решившийся выйти в первый раз после продолжительной болезни сердце его билось когда он подходил к той улице на которой нога его не была со времени роковой встречи долго он искал дома казалось память ему изменила он два раза прошел улицу и не знал перед которым остановиться наконец один показался ему похожим он быстро вбежал на лестницу постучал в дверь дверь отворилась и кто же вышел к нему навстречу его идеал его таинственный образ оригинал мечтательных картин та которую он жил так ужасно так страдательно так сладко жил она сама стояла перед ним он затрепетал он едва мог удержаться на ногах от слабости обхваченный порывом радости она стояла перед ним так же прекрасно хотя глаза ее были заспаны хотя бледность кралась на лице ее уже не так свежим но она все же была прекрасна а скрикнула она увидевши пискарева и протирая глаза свои тогда было уже два часа зачем вы убежали тогда от нас он в изнеможении сел на стул и глядел на нее а я только что теперь проснулась меня привезли в семь часов утра я была совсем пьяна прибавила она с улыбкой о лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка чем произносить такие речи она вдруг показала ему как в панораме всю жизнь ее однако несмотря на это скрипивший сердцем решился попробовать он не будет ли иметь над нею действия его увещания собравшись духом он дрожащим и вместе пламенным голосом начал представлять ужасное ее положение она слушала его с внимательным видом и с тем чувством удивления которое мы изъявляем при виде чего-нибудь неожиданного и странного она взглянула легко улыбнувшись на сидевшую в углу свою приятельницу которая оставивши вычищать гребешок тоже слушала со вниманием нового проповедника правда я беден сказал наконец после долгого и поучительного увещания Пискарев но мы станем трудиться мы постараемся на перерыв один перед другим улучшить нашу жизнь нет ничего приятнее как быть обязанному во всем самому себе я буду сидеть за картинами ты будешь сидя возле меня одушевлять мои труды вышивать или заниматься другим рукоделием и мы ни в чем не будем иметь недостатка как можно прервала она речь с выражением какого-то презрения я не прачка и не швея чтобы стала заниматься работаю боже в этих словах выразилась вся низкая вся презренная жизнь жизнь исполненная пустоты праздности верных спутников разврата женитесь на мне подхватила с наглым видом молчаливая дотоли в углу ее прятенца женитесь если я буду женою я буду сидеть вот так при этом она сделала какую-то глупую мину на жалком лице своем которую чрезвычайно рассмешила красавицу о это уже было слишком этого нет сил перенести он бросился вон потерявший чувства и мысли ум его помутился глупо без цели не видя ничего не слыша не чувствуя бродил он весь день никто не мог знать ночевал он где-нибудь или нет на другой только день каким-то глупым инстинктом зашел он на свою квартиру бледный с ужасным видом с растрепанными волосами с признаками безумия на лице он заперся в свою комнату и никого не впускал ничего не требовал протекли четыре дня и его запертая комната ни разу не отворялась наконец прошла неделя и комната все так же была заперта бросились к дверям начали звать его но никакого не было ответа наконец выломали дверь и нашли бездыханный труп его с перерезанным горлом окровавленная бритва валялась на полу по судорожно раскинутым рукам и по страшно искаженному виду можно было заключить что рука его была неверна и что он долго еще мучился прежде нежели грешная душа его оставила тела так погиб жертва безумной страсти бедный пискарев тихий робкий скромный детский простодушный носивший в себе искру таланта быть может со временем бы вспыхнувшего широко и ярко никто не поплакал над ним никого не видно было возле его бездушного трупа кроме обыкновенной фигуры квартального надзирателя и равнодушной мины городского лекаря гроб его тихо даже без обрядов религии повезли на охту за ним идучи плакал один только солдат сторож и то потому что выпил выпил лишний штоп водки даже поручик пирогов не пришел посмотреть на труп несчастного бедняка которому он при жизни оказывал свое высокое покровительство впрочем ему было вовсе не до того он был занят чрезвычайным происшествием но обратимся к нему я не люблю трупов и покойников и мне всегда неприятно когда переходит мою дорогу длинная погребальная процессия и инвалидный солдат одетый каким-то капуцином нюхает левую рукою табак потому что правая занята факелом я всегда чувствую на душе досаду при виде богатого катафалка и бархатного гроба но досада моя смешивается с грустью когда я вижу как ломовой извозчик тащит красный ничем не покрытый гроб бедняка и только одна какая-нибудь нищая встретившись на перекрестке плетется за ним не имея другого дела мы кажется оставили поручика пирогова на том как он расстался с бедным Пискаревым и устремился за блондинкой эта блондинка была легонькая довольно интересная созданница она останавливалась перед каждым магазином и заглядывала на выставленные в окнах кушаки косынки серьги перчатки и другие безделушки беспрестанно вертелась глядела во все стороны и оглядывалась назад ты голубушка моя говорил само верностью пирогов продолжая свое преследование и закутавший лицо свое воротником шинели чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых но не мешает известить читателей кто таков был поручик пирогов но прежде нежели мы скажем кто таков был поручик пирогов не мешает кое-что рассказать о том обществе которому принадлежал пирогов есть офицеры составляющие в Петербурге какой-то средний класс общества на вечере на обеде у статского советника или у действительного статского который выслужил этот чин сорокалетними трудами вы всегда найдете одного из них несколько бледных совершенно бесцветных как Петербург дочерей из которых иные перезрели чайный столик фортепиано домашние танцы все это бывает нераздельно светлым эпалетом который блещет при ланте между благонравной блондинкою и черным фраком братца или домашнего знакомого этих хладнокровных девиц чрезвычайно трудно расшевелить и заставить смеяться для этого нужно большое искусство или лучше сказать совсем не иметь никакого искусства нужно говорить так чтобы не было не слишком умно не слишком смешно чтобы во всем была та мелочь которую любят женщины в этом надобно отдать справедливость означенным господам они имеют особый дар заставлять смеяться и слушать этих бесцветных красавиц восклицания задушаемые смехом ах перестаньте не стыдно ли вам так смешить бывают им часто лучшую наградою в высшем классе они попадаются очень редко или лучше сказать никогда оттуда они совершенно вытеснены тем что называют в этом обществе аристократами впрочем они считаются учеными и воспитанными людьми они любят потолковать об литературе хвалят конечно Булгарина Пушка Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об Орлове они не пропускают ни одной публичной лекции будь она об уголтерии или даже о рисоводстве в театре какая бы ни была пьеса вы всегда найдете одного из них выключая разве если уже играются какие-нибудь там фиалки которыми очень оскорбляется их разборчивый вкус в театре они бессменно это самые выгодные люди для театральной дирекции они особо любят в пьесе хорошие стихи также очень любят громко вызывать актеров многие из них преподавая в казенных заведениях или приготовляя казенным заведениям заводятся наконец кабриолетом и парой лошадей тогда круг их становится обширнее они достигают наконец до того что женится на купеческой дочери умеющей играть на фортепиано сотню тысяч или около того наличных и кучей брата родни однако же этой чести они не прежде могут достигнуть как выслуживший по крайней мере дополковничьего чину потому что русские бородки несмотря на то что от них еще несколько отзываются капустою никаким образом не хотят видеть дочерей своих ни за кем кроме генералов или по крайней мере полковников таковы главные черты этого сорта молодых людей но поручик пирогов имел множество талантов собственно ему принадлежавших он превосходно декламировал стихи из Дмитрия Донского и горе от ума имел особое искусство пускать из трубки дым кольцами так удачно что вдруг мог нанизать их около десяти штук одно на другое умел очень приятно рассказать анекдот о том что пушка сама по себе а единорог сам по себе впрочем оно несколько трудно перечесть все таланты которыми судьба наградила пирогова он любил поговорить об актрисе танцовщице но уже не так резко как обыкновенно изъясняется об этом предмете молодой прапорщик он был очень доволен своим чином который был произведен недавно и хотя иногда ложась на диван он говорил ох ох суета все суета что из этого что я поручик но втайне его очень льстило ему это новое достоинство он в разговоре часто старался намекнуть о нем обедняком и один раз когда попался ему на улице какой-то писарь показавшийся ему невежливым он немедленно остановил его и в немногих но резких словах дал заметить ему что перед ним стоял поручик а не другой какой офицер тем более старался он изложить это красноречивее что тогда проходили мимо его две весьма недурные дамы Пирогов вообще показывал страсть ко всему красивому и поощрял художника Пискарева впрочем это происходило может быть от того что ему весьма желалось видеть мужественную физиономию свою на портрете но довольно о качествах Пирогова человек такое дивное существо что никогда не можно исчислить вдруг всех его достоинств и чем более в него всматривайся тем более являются новых особенностей и описание их было бы бесконечно и так Пирогов не переставал преследовать незнакомку от времени до времени занимая ее вопросами на которые она отвечала резко отрывисто и какими-то неясными звуками они вошли темными казанскими воротами в Мещанскую улицу улицу табачных и мелочных лавок немцев ремесленников и чихонских нимф блондинка бежала скорее и впорхнула в ворота одного довольно запачканного дома Пирогов за нею она вбежала по узенькой темной лестнице и вошла в дверь в которую тоже смело пробрался Пирогов он увидел себя в большой комнате с черными стенами закопченным потолком куча железных винтов слесарных инструментов блестящих кофейников была на столе пол был засорен медными железными опилками Пирогов то час смекнул что это за квартира мастерового незнакомка порхнула далее в боковую дверь он было на минуту задумался но следуя русскому правилу решился идти вперед он вошел в комнату вовсе не похожую на первую убранную очень опрятно показывающую что хозяин был немец он был поражен необыкновенно странным видом перед ним сидел Шиллер не то Шиллер не тот который написал Вильгельмена Телле и историю 30-летней войны но известный Шиллер жестяных дел мастер в Мещанской улице возле Шиллера стоял Гоффман не писатель Гоффман но довольно хороший сапожник с офицерской улицы большой приятель Шиллера Шиллер был пьян и сидел на стуле топая ногою и говоря что-то с жаром все это еще бы не удивило Пирогова но удивило его чрезвычайно странное положение фигур Шиллер сидел выставив свой довольно толстый нос и поднявший вверх голову а Гоффман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожничного ножа на самой его поверхности обе особы говорили на немецком языке и потому поручик Пирогов который знал по-немецки только Гуд Морген ничего не мог понять из всей этой истории впрочем слова Шиллера заключались вот в чем я же не хочу мне не нужен нос говорил он размахивая руками у меня на один нос выходит 3 фунта табака в месяц и я плачу в русский скверный магазин потому что немецкий магазин не держит русского табаку я плачу в русский скверный магазин за каждый фунт по 40 копеек это будет рубль 20 копеек 12 раз рубль 20 копеек это будет 14 рублей 40 копеек слышишь друг мой Гоффман на один нос 14 рублей 40 копеек да по праздникам я нюхаю рапы потому что я не хочу нюхать по праздникам русский скверный табак в год я нюхал 2 фунта рапы по 2 рубля фунт 6 до 14 20 рублей 40 копеек на один табак это разбой я спрашиваю тебя мой друг Гоффман не так ли Гоффман который сам был пьян отвечал утвердительно 20 рублей хотел кроить подошву Шилеру показалось очень досадно что вдруг незнакомое непрошенное лицо так не кстати ему помешало он несмотря на то что был в упоительном чаду пива и вина чувствовал что несколько неприлично в таком виде и при таком действии находиться в присутствии постороннего свидетеля между тем Пирогов слегка наклонился и с свойственной ему приятностью сказал вы извините меня пошел вон отвечал протяжно Шилер пошел вон это озадачило поручика Пирогова такое обращение ему было совершенно ново улыбка слегка была показавшаяся на его лице вдруг пропала с чувством огорченного достоинства он сказал мне странно милостливый государь вы верно не заметили я офицер шо такой офицер я швабский немец мой сам при этом Шилер ударил кулаком по столу будет офицер полтора года юнкер два года поручик и я завтра сейчас офицер но я не хочу служить я с офицером сделаю это фу при этом Шилер подставил ладонь и фукнул на него поручик пирогов увидел что ему больше ничего не оставалось как только удалиться однако ж такое обхождение вовсе неприлично его званию ему было неприятно он несколько раз останавливался на лестнице как бы желая сообразить собраться с духом и сообразить и подумать о том каким бы образом дать почувствовать Шилеру его дерзость наконец рассудил что Шилера можно извинить потому что голова его была наполнена пивом к тому же представилась ему хорошенькая блондинка и он решился предать это забвению на другой день поручик пирогов рано поутру явился в мастерской жестяных дел мастера в передней комнате встретила его хорошенькая блондинка и довольно суровым голосом который очень шел к ее личику спросила что вам угодно а здравствуйте моя миленькая вы меня не узнали плутовочка какие хорошенькие глазки при этом поручик пирогов хотел очень мило поднять пальцем ее подбородок но блондинка произнесла пугливое восклицание и с той же суровостью спросила что вам угодно вас видеть больше ничего мне не угодно произнес поручик пирогов довольно приятно улыбаясь и подступая ближе но заметив что пугливая блондинка хотела проскользнуть в дверь прибавил мне нужно моя миленькая заказать шпоры вы можете мне сделать шпоры хотя для того чтобы любить вас вовсе не нужно шпор а скорее бы уздечку какие миленькие ручки поручик пирогов всегда бывал очень любезен в изъяснениях подобного рода я я сейчас позову моего мужа вскрикнула немка и ушла и через несколько минут пирогов увидел шилера выходившего застопанными глазами едва очнувшегося от вчерашнего похмелья взглянувши на офицера он припомнил как в смутном сне происшествие вчерашнего дня он ничего не помнил в таком виде в каком было но чувствовал что сделал какую-то глупость и потому принял офицера с очень суровым видом я за шпоры не могу взять меньше 15 рублей произнес он желая отделаться пирогова потому что ему как честному немцу очень совестно было смотреть на того кто видел его в неприличном положении шилер любил пить совершенно без свидетелей с двумя тремя приятелями и запирался на это время даже от своих работников зачем же так дорого ласково сказал пирогов немецкая работа хладнокровно произнес шилер поглаживая подбородок русский возьмется сделать за два рубля извольте чтобы доказать что я вас люблю и желаю с вами познакомиться я плачу 15 рублей шилер минуту оставался в размышлении ему как честному немцу сделалось немного совестно желая сам отклонить его от заказывания он объявил что раньше двух недель не может сделать но пирогов без всякого прикословия изъявил совершенное согласие немец задумался и стал размышлять о том как бы лучше сделать свою работу чтобы она действительно стоила 15 рублей в это время блондинка вошла в мастерскую и начала рыться на столе уставленном кофейниками поручик воспользовался задумчивостью Шиллера подступил к ней и пожал ручку обнаженную до самого плеча это Шиллеру очень не понравилось май фраву закричал он вас вон зидо отвечала блондинка хэнзин на кухня блондинка удалилась так через два недели сказал пирогов да через две недели отвечал в размышлении Шиллер у меня теперь очень много работ до свидания я к вам зайду до свидания отвечал Шиллер запирая за ним дверь поручик пирогов решился не оставлять своих исканий несмотря на то что немка оказала явный отпор он не мог понять чтобы можно было ему противиться тем более что любезность его и блестящий чин давали полное право на внимание надо однако же сказать и то что жена Шиллера при всей миловидности своей была очень глупа впрочем глупость составляет особую прелесть в хорошенькой жене по крайней мере я знал много мужей которые в восторге от глупости своих жен и видят в ней все признаки младенческой невинности красота производит совершенные чудеса все душевные недостатки в красавице вместо того чтобы произвести отвращение становятся как-то необыкновенно привлекательны самый порог дышит в них миловидностью но исчезни она и женщине нужно быть в 20 раз умнее мужчины чтобы внушить к себе если не любовь то по крайней мере уважение впрочем жена Шиллера при всей глупости была всегда верна своей обязанности и потому Пирогову довольно трудно было успеть в смелом своем предприятии но с победой препятствий всегда соединяется наслаждение и блондинка становилась для него интереснее день ото дня он начал довольно часто осведомляться о шпорах так что Шиллеру это наконец наскучило он употреблял все усилия чтобы окончить скорее начатые шпоры наконец шпоры были готовы ах какая отличная работа закричал поручик Пирогов увидевший шпоры господи как это хорошо сделано у нашего генерала нет таких шпор чувство самодовольствия распустилось по душе Шиллера глаза его начали глядеть довольно весело и он совершенно примирился с Пироговым русский офицер умный человек думал он сам про себя так вы стало быть можете сделать и оправу например кинжалу или другим вещам оооо очень могу сказал Шиллер с улыбкой так сделайте мне оправу кинжалу я вам принесу у меня очень хороший турецкий кинжал но мне бы хотелось оправу к нему сделать другую Шиллера это как бомбою хватило лоб его вдруг наморщился вот тебе на подумал он про себя внутренне ругая себя за то что накликал сам работу отказаться он почитал уже бесчестным при том же русский офицер похвалил его работу он несколько покачавши головою изъявил свое согласие но поцелуй который уходя Пирогов влепил нахально в самые губки хорошенькой блондинки поверк его совершенное недоумение я почитаю неизлишним познакомить читателя несколько покороче с Шиллером Шиллер был совершенный немец в полном смысле всего этого слова еще с 20-летнего возраста с того счастливого времени в которое русский живет на фу-фу уже Шиллер размерил всю свою жизнь и никакого ни в каком случае не делал исключение он положил вставать в 7 часов обедать в 2 быть точным во всем и быть пьяным каждое воскресенье он положил себе в течение десяти лет составить капитал из 50 тысяч и уже это было так верно и неотразимо как судьба потому что скорее чиновник позабудет заглянуть швейцарскую своего начальника нежели немец решиться переменить свое слово ни в каком случае не увеличивал он своих издержек и если цена на картофель слишком поднималась против обыкновенного он не прибавлял ни одной копейки но уменьшал только количество и хотя оставался иногда несколько голодным но однако же привыкал к этому аккуратность его простиралось до того что он положил целовать жену свою в сутки не более двух раз а чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз он никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп впрочем воскресный день это правило не так строго исполнялось потому что Шиллер выпивал тогда две бутылки пива и одну бутылку тминной водки которую однако же он всегда бронил пил он вовсе не так как англичанин который тотчас после обеда запирает двери на крючок и нарезается один напротив он как немец пил всегда вдохновенно или с сапожником Гоффманом или со столером Кунцем тоже немцем и большим пьяницей таков был характер благородного Шиллера который наконец был приведен в чрезвычайно затруднительное положение хотя он был флегматик и немец однако поступки Пирогова возбудили в нем что-то похожее на ревность он ломал голову и не мог придумать каким образом ему избавиться от этого русского офицера между тем Пирогов куря трубку в кругу своих товарищей потому что уже так проведение устроило что где офицеры там и трубки куря трубку в кругу своих товарищей намекал значительно и с приятной улыбкою об интрижке с хорошенькою немкою с которую по словам его он уже совершенно был на коротке и который он на самом деле едва ли терял уже надежды преклонить на свою сторону в один день прохаживался он помещанской поглядывая на дом на котором красовалась вывеска шилера с кофейниками и самоварами к величайшей радости своей увидел он головку блондинки свешившую в окно смотревшую и разглядывающую прохожих он остановился сделал ей ручкой и сказал гуд морген блондинка поклонилась ему как знакомую что ваш муж дома дома отвечала блондинка а когда он не бывает дома он по воскресеньям не бывает дома сказала глупенькая блондинка о это не дурно подумал про себя пирогов этим нужно воспользоваться и в следующее воскресенье как снег на голову явился пред блондинка шиллера действительно не было дома хорошенькая хозяйка испугалась но пирогов поступил как раз довольно осторожно обошелся очень почтительно и раскланившись показал всю красоту своего гибкого стана он очень приятно и учтиво шутил но глупенькая немка отвечала на все односложными словами наконец заходивший со всех сторон и видя что ничто не может занять ее он предложил ей танцевать немка согласилась в одну минуту потому что немки всегда охотницы до танцев на этом пирогов очень много основывал свою надежду во-первых это уже доставляло ей удовольствие во-вторых это могло показать его турнюру и ловкость в третьих в танцах ближе всего можно сойтись обнять хорошенькую немку и проложить начало всему короче он выводил из этого совершенный успех он начал какой-то гавод зная что немкам нужна постепенность хорошенькая немка выступала на средину комнаты и подняла прекрасную ножку это положение так восхитило пирогова что он бросился ее целовать немка начала кричать и этим еще более увеличила свою прелесть в глазах пирогова он ее засыпал поцелуями как вдруг дверь отворилась и вошел шиллер с гофманом и столером кунцем все все эти достойные ремесленники были пьяны как сапожники но я предоставляю самим читателям судить о гневе и негодовании шиллера грубиян закричал он в величайшем негодовании как ты смеешь целовать мою жену ты подлец а не русский офицер черт побери мой друг гофман я немец а не русская свинья гофман отвечал утвердительно о я не хочу иметь роги бери его мой друг гофман заворотник я не хочу продолжал он сильно размахивая руками причем лицо его было похоже на красное сукна его жилета я 8 лет живу в Петербурге у меня в Швабии мать моя и дядя мой в Нюрнберге я немец а не рогатая говядина прочь с него все мой друг гофман держи его за рука и нога камрад мой кунц и немцы схватили за руки и ноги Пирогова напрасно тот силился отбиваться эти три ремесленника были самый южий народ из всех петербургских немцев и поступили с ним так грубо и невежливо что признаюсь я никак не нахожу слов к изображению этого печального события я уверен что Шиллер на другой день был в сильной лихорадке что он дрожал как лист ожидаясь минуту на минуту прихода полиции что он бог знает чего бы не дал чтобы все происходившее вчера было во сне но что уже было того нельзя переменить ничто не могло сравниться с гневом и негодованием Пирогова одна мысль об таком ужасном оскорблении приводила его в бешенство Сибирь и плети он почитал самым малым наказанием для Шиллера он летел домой чтобы одевшись оттуда идти прямо к генералу описать ему самыми разительными красками буйства немецких ремесленников он разом хотел подать и письменную просьбу в главный штаб если же главный штаб определит недостаточным наказания тогда прямо в государственный совет а не то самому государю но все это как-то странно кончилось по дороге он зашел в кондитерскую съел два слоеных пирожка прочитал кое-что из северной пчелы и вышел уже не в столь гневном положении притом довольно приятный прохладный вечер заставил его несколько пройтись по Невскому проспекту к девяти часам он успокоился и нашел что воскресенье нехорошо беспокоить генерала притом он без сомнения куда-нибудь отозван и потому он отправился на вечер к одному правителю контрольной коллегии где было очень приятное собрание чиновников и офицеров там с удовольствием провел вечер и так отличился в Мазурке что привел в восторг не только дам но даже и кавалеров дивно устроен свет наш думал он я идя третьего дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествия как странно как непостижимо играет наша судьба с нами получаем ли мы когда-нибудь то что желаем достигаем ли мы того к чему кажется нарочно приготовлены наши силы все происходит наоборот тому судьба дала прекраснейших лошадей и он равнодушно катается на них вовсе не замечая их красоты тогда как другой которого сердце горит лошадиную страстью идет пешком и довольствуется только тем что пощелкивает языком когда мимо его проводят рысака тот имеет отличного повара но к сожалению такой маленький рот что больше двух кусочков никак не может пропустить другой имеет рот величиною варку главного штаба но увы должен довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля как странно играет нами судьба наша но страннее всего происшествия случаются на Невском проспекте о не верьте этому Невскому проспекту я всегда закутываюсь покрепче плащом своим когда еду по нем и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы все обман все мечта все не то чем кажется вы думаете что этот господин который гуляет в отлично сшитом сюртучке очень богат ничуть не бывало он весь состоит из своего сюртучка вы воображаете что эти два толстяка остановившиеся перед церковью судят об архитектуре ее совсем нет они говорят о том как странно сели две вороны одна против другой вы думаете что этот энтузиаст размахивающий руками говорит о том как жена его бросила из окна шариком в незнакомого ему офицера совсем нет он говорит алафайте вы думаете что эти дамы но дамам меньше всего верьте менее заглядывайте в окна магазинов безделушки в них выставленные прекрасны но пахнут страшным количеством ассигнации но боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки как не развивайся вдали плащ красавицы а ни за что не пойду за нею любопытствовать далее ради бога далее от фонаря и скорее сколько можно скорее проходите мимо это счастье еще если отделаетесь тем что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом но и кроме фонаря все дышит обманом он лжет во все и во всякое время Невский проспект но более всего тогда когда ночь сгущенную массою наляжет на него и отделит белые и паленые стены домов когда весь город превратится в гром и блеск мириады карет валятся с мостов фрайторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только чтобы показать все в самом ненастоящем видео Продолжение следует...